Добрый вечер! Вот сегодня состоится третья наша беседа, на которой я решила познакомить вас с началом своего пути, чтобы вам было яснее, какую истину, какие знания я несу, ну и заодно познакомить вас с рождением, можно сказать, с развитием парапсихологии в Советском Союзе в 80-е годы, когда она только-только стала выходить из подполья. Вот мне как-то задали вопрос, почему вот избрали вас именно, почему вы избранные? Я тогда сказала, вы знаете, избранных нет. И сейчас я хочу сказать, что вообще избранных нет. Никого при жизни никуда не избирают. Избрать можно в правительствах, в какие-то должности, еще куда-нибудь люди могут избирать. Но боги не избирают, боги рождают. Потому что боги имеют свой план. И этот план они осуществляют уже своими силами, а силы у богов, как известно, несравненно больше, чем у людей, больше, чем у демонов. Просто деятельность богов не так видна, как деятельность демонов. Мы уже говорили в первой нашей беседе, я рассказывала, почему именно так хорошо видна деятельность демонов на, так сказать, действительности нашей. И почему незаметна деятельность богов и высших светлых существ. Потому что одни нарушают закон и могут его нарушать, как хотят в любое время. А боги не нарушают закон. Они исследуют закономерности. Так вот, они рождают своих адептов в этот мир специально. Поэтому я тоже отношусь к тем, кого родили специально. Я родилась в отрогах Гесарского хребта 1945 года, 9 августа. Это был вообще-то страшный день на планете. Я родилась в очень страшный день. В этот день взорвали бомбу, вторую бомбу в Японии над Нагасаки. Я не знаю, но почему-то я всегда свое рождение с этим связывала и думала, что я, наверное, так и родилась. Потому что нельзя мешкать, надо что-то делать, иначе люди совсем себя уничтожат. Мама мне рассказывала потом, она и не мне рассказывала, и моим друзьям рассказывала, что когда она меня принесла из роддома, то в первую же ночь ко мне пришли три ламы. Она их видела. Мой отец белорус, он сделал мне люльку, ну, после войны особенно мебели никакой не было, и он соорудил люльку, которая висела под потолком. И вот мама увидела, что возле люльки стоят три капюшонных, как она потом, она даже не знала тогда, что это ламы. И потом, когда уже с Рерихами познакомилась, она с их учением, она сказала, вот-вот таких я и видела. Они трое стояли возле колыбели, а она была лишена речи, движения, она только их видела. И обрела способность двигаться только когда они ушли. А когда мне было пять лет, то я получила первое посвящение. Ко мне пришел старец из Гималаев, и я получила первое посвящение. Потом я жила, как все, я очень хорошо это помню, возможно, в мемуарах своих я это все отпишу подробно, но когда, не буду утруждать вас этим рассказом, когда я была, как обычные советские дети, пионер, комсомол, правда, партию вот меня не приняли из-за сверного характера. Но в 77-м году, когда мне было 32 года, ко мне пришел тот же старец, этот учитель, и я стала принимать знания. Эти знания. Со мной была, мне как бы дана была племянница мужа, которую мы взяли из детского дома, когда только еще поженились, и она со мной, в общем, я ее воспитывала, она не так уж была, не намного младше меня была. Но у нее оказались удивительные способности, медиумические и экстрасенсорные. Она могла, вообще это потрясающе было, ясновидящая, она могла диагностировать по фотографии человека со спиной. Человек на фотографии стоит спиной, она могла полностью его продиагностировать и сказать, что у него и как у него. Мне поначалу это было недоступно. Я всему потом научилась позже. И вот когда прошло, это было в 77-м году, 78-й год, 79-й, вот в 79-м году учитель сказал, ну вы так набрали уже, ты набрала достаточно уже багажнания, и вам нужно ехать в Москву, надо переезжать в центр. Я думала, как же я перееду в центр, как я могу. Да, к тому времени мы жили в городе Новои уже, тоже в Узбекистане, в Ухарской области. Удивительно прекрасный был город Новои. У меня ностальгия до сих пор по этому городу. И надо было уезжать. Мне не очень хотелось ехать в Москву, но учитель сказал, надо это для человечества, надо для народа, а и для страны надо. Я думала, как же мы поедем. Тут получилось так, что мы создали клуб любителей Востока. Мы в этот клуб вошли как первые организаторы его. А там было два направления, йогическое и карате. И так получилось, что о нас руководители этих двух секций где-то рассказали. И вдруг нам приезжает из Москвы Майя Михайлович Богачихин. Ну, я думаю, что его имя тоже достаточно известно среди, так сказать, старых подпольщиков парапсихологии, тех, кто потом занимался парапсихологией уже открыто. Вот он нас нашел. Нашел нас и вытащил в Москву. Мы приехали в Москву в 79-м году. Приехали в марте месяце, как раз на 8 марта. И вот тут познакомились. Он нас сразу ввел в круг очень интересных людей, среди которых оказался очень известный журналист Старикович Станислав Францевич. Что интересно, как он стал нашим последователем. Я нарисовала ему тот знак, который я вам показывала в прошлых беседах. Я его от руки ему нарисовала, маленький значок. Он его взял. На следующий день он примчался просто и рассказал такую вещь, что он пришел, положил этот знак на стол, этот стол завалился как-то там, этот знак бумагами. А утром зашла в его кабинет дочка и говорит ему, папа, что у тебя там светится? Он говорит, что светится? Она, да вот, говорит, раскопала и достала этот знак. Ну, естественно, эта же дочь, она же не может, мы помним ей верить, естественно. Он сам чувствовал от этого знака, но так он не видел. И вот с тех пор он стал нашим последователем. Мы с ним стали дружить. И буквально в первый же приезд он нас представил оккультному тогда миру, который находился, в общем-то, в подполье в основном. Потому что Блаватская была запрещена, Рерихи были запрещены. И много было запрещено литературы. Йога тоже так находилась почти под запретом. Тогда как раз появился профессор Зубков, который из Индии привез эту йогу. Он так ее рекламировал. Люди стали потихоньку заниматься йогой. Ну, пошло это движение. И как раз вот когда мы приехали, как я уже сказала, на второй день, это было 8 марта, он у нас с Татьяной привел в салон некой женщины. Я, к сожалению, не помню фамилию, но эта же дама была очень известна в Москве. В ее салоне собирались все знаменитости экстрасенсорные, парапсихологические, уфологи. И вот там я познакомилась. У меня там произошло очень интересное знакомство. Как раз в этот вечер у нее были в гостях Сдэна Крейдек. Это из Чехословакии был. И с ним был его сенс Ферден. Мы с ними познакомились. И оказалось тогда, что впервые первая государственная парапсихологическая лаборатория была как раз создана в Чехословакии. У нас очень интересный разговор с ним состоялся. После чего Ферден сказал хозяйке и опять же Станислав Рантьевичу, стариковичу, показанное место, сказал, берегите эту женщину, ее поле сливается в ритме с полем планеты. Ну, я вам скажу, конечно, ничего хорошего я лично для себя в этом не вижу, потому что боль планеты отражается практически на моем состоянии. И подчас даже бывает и психически тяжело, особенно сейчас, когда планета организирует почти. Вот. Ну вот так вот началось мое вхождение в парапсихологию страны. Ну, они как-то так сумели сделать, что нас все-таки туда перетащили. И в 79-м году, в августе, мы уже с дочерью и с Татьяной приехали к маме Михайловичу Богачихину. У него в загородном доме была квартира, такой деревянный, старый дом, уже почти развалившийся. Тоже странное событие произошло. Перед тем, как к нам приехать, этот дом вдруг освободили для того, чтобы его развалить, сломать, потому что он очень был старый. Но Май Михайлович отказался выезжать, он отказывался от всех квартир, которые ему там предоставляли. И так получилось, что он остался. И мы жили очень свободно в большой квартире, можно сказать, одним. И тут началось наше общение. У нас постоянно были люди. Старикович Танислав Францевич нас привел как-то в секцию Сичеванова. Секция Сичеванова – это ученые, которые занимались изучением лозоходства. А мы там провели лекцию. И оттуда целая группа ученых к нам перешла. И где-то года два занималась, и я читала им лекции. Мы с Татьяной читали им лекции. Среди них был такой видный очень ученый Анатолий Михайлович Микиша. Кстати, он дружил с Гинзбургом. Практически он ему и помог стать академиком. Они с ним были однокурсники. И даже Гинзбург у нас побывал там. Правда, он ничего не понял. Он очень ортодоксальный ученый. Но так у нас была просто приятная чайпития и беседа. А вот Ахатрин Анатолий Федорович, это известный очень ученый, он два года учился у нас. И мы с ним очень плотно дружили. И вот он как раз нам рассказал о том, что психотронное оружие делается, о том, что искать защиту. И он нашел защиту в нашем знаке. И, кстати, он разрабатывал впоследствии некоторые такие пластины, которые экранировали излучение, в основу которых он был положен наш знак. И, собственно, так получилось, что мы явились катализатором парапсихологического движения, развития парапсихологии в стране. И буквально в конце 79-го года, а может даже где-то в начале 80-го года, была образована лаборатория на Фурманном переулке. На Фурманном переулке парапсихологическая лаборатория, надзирать за нею, поставили очень известного ученого Спиркина. Ну, наверное, вам известно. Известно эта фамилия. Тем, кто учился в советских вузах, знает, что практически во всех советских вузах учебник философии был написан именно им. Вы знаете, было очень интересно. Мы с ним тоже дружили. И было очень интересно наблюдать, как ортодокс философ советский, где мысль нематериальна, где стоят постоянные рамки, ограничивающие мышление марксизм и ленинизмом. А он вдруг стал проникаться. Он видел просто чудеса, и объяснить их не мог. Эти чудеса ему было интересно. Как это объяснять мы? Мы ему некоторым образом объясняли эти чудеса. И мы с ним тоже довольно несколько лет дружили. И, собственно, вот так вот началось наше вхождение. Я обладала целительскими, большими целительскими силами. И мне получилось так, что довелось лечить очень интересных людей. и членов правительства, членов политбюро. Но я не буду все равно раскрывать эти фамилии. А вот с знаменитыми деятелями тогда искусства мы дружили. Среди наших друзей был Ген Хазанов. Надеюсь, не обидится. Он сам 10 лет назад издал фильм. Можете его посмотреть. Этот фильм называется «Мистический актопортрет Хазанова», где он про нас рассказал. Правда, я его очень просила не открывать фамилии наши. И он без фамилии, но рассказал, что женщины из Новои, Средней Азии. Это о нас как раз. Это Аркадий Хайт, Марв Захаров, который пригласил меня на премьеру «Юнон и Авось». Он мне так и сказал, мне очень хочется, чтобы вы посмотрели это, потому что мне ваше мнение очень интересное. Да, и вот я была на премьере очень известной, очень шумной «Юнон и Авось». Вот, Горин. Ну, много, очень много интересных людей, с которыми мне посчастливилось встретиться. С космонавтами, с семьей Поповича. Я дружила практически до конца. Вот, Марина Лаврентьевна Лаврентьевна недавно совсем покинула этот мир. Мы с ней дружили очень хорошо. Я ей много рассказывала. Она интересовалась уфологией, но... Вот. С Поповичем Павлом Романовичем мы вообще, даже благодаря, так сказать, его напору, у нас в Советском Союзе была открыта первая комиссия по аномальным явлениям. Вот эта комиссия где-то в середине 80-х годов, по-моему, она начала работать. Вот. Ну, и так получилось, что мы были в гуще всегда этих событий, довольно были известны в то время. К сожалению, у нас не сложились отношения с Майя Михайловичем Богачихином в силу, так сказать, его жены, которая, когда мы ехали, о которой даже учитель сказал, будьте очень с нею аккуратны, потому что это дама с полным набором характерных качеств. Она тоже талантливая, интересная женщина. Она делала какие-то картины из лоскуток, правда, очень красивые картины. Но характер мы чуть-чуть не сошлись и, к сожалению, разошлись с ним. А в принципе, это очень интересные люди. Майя Михайлович Богачихин тоже очень много внес в развитие нашей парапсихологии. Он занимался цигун, он знакомил людей с этим направлением. Но в принципе, мы все равно так просто тесно перестали общаться, а друзьями мы так все-таки остались. вот так вот шло время и как-то так получилось, что нам пришлось гасить полтергейст. Очень известный полтергейст на улице Молдогулова. Ну, те, кто постарше помнит, о нем говорили по телевизору, писали в газетах. Мы погасили этот полтергейст. Мы погасили этот полтергейст. Мы с хозяевами этой квартиры дружны. к сожалению, хозяин сам уже тоже ушел из этого мира давно. Но в общем-то они потом еще долго и счастливо жили после того, как мы этот полтергейст гасили. Кстати, природа полтергейста очень интересная. А очень много писалось и до сих пор пишется всякой небелицей, всякой чушей, что, дескать, это делают инопланетяне. Ну, на самом деле нам приносили записки, которые эти в кавычках инопланетяне писали. Там был мат, там речь была людей довольно необразованных, тем более, что они явно находились под воздействием алкоголя или еще чего-нибудь. Потом мы просто-напросто, когда погасили этот полтергейст, мы их логово нашли, квартира потерпевших была на самом высоком этаже. Началось у них все очень интересно, началось с того, что стала вода из стен не то, что брызгать, а как пушечный выстрел она вылетала и даже могла сбить ног. У них даже прихожая маленькая была, на противоположной стене вылетел такой снаряд и разбил зеркало на другой стене. Они обратились, естественно, в ДЭС, приехали товарищи из ДЭСа, стали искать какие-то источники в стенах и просверлили им дырки на потолок, в потолке, на крышу, на чердак. Товарищи были веселые, которые этот полтергейст сделали, они решили, ну, хорошо, мы вас подсушим. У них стало сгораться все, потом вещи летать. Ну, вот, когда мы туда попали, там у них уже был полный разгром. Вот, ну, мы быстро очень погасили этот полтергейст, и в результате чего на нас обратили очень такое пристальное внимание товарищи, и мы попали сами под эксперимент, как я уже рассказывала. На нас вышли военные парапсихологи и испытывали психотронное оружие, с которым мы, надо сказать, справились и справляемся сейчас. Так вот, я еще хочу рассказать вам один очень интересный эпизод из начала моей карьеры парапсихологической в Москве, в России. Среди людей, с которыми мы общались, среди наших друзей, мы подружились с интереснейшим человеком. У нас в стране было очень много великолепных лесновидцев, но среди них была жемчужина, это Огаркова Елена Юрьевна. Огаркова Елена Юрьевна, ее сравнивают с Вангой. Что я вам скажу, Ванга это несчастное бедное существо, которое распиарили не в меру. Она, собственно, была покалечена своим ведущим, который ее таким образом включил в свой луч, и она имела связь в основном она имела связь с Навью. У нее Навий канал был. Поэтому я тогда, я помню, это все при мне начиналось, я помню, как эту Вангу, как она входила звездой такой, как ее пиарили, и очень многие, кстати, предсказания ее не сбывались на самом деле. А сейчас так же, как Нострадамус, когда надо кому-то объяснить, что у них там все это должно так было быть, они тут же начинают говорить, вот там ездили к Ванге. Ванга все предсказала, все сказала, вот все так и получилось. Но на самом деле очень многие люди просто это сочиняют, придумывают для пиара. А вот Елена Юрьевна Гаркова на самом деле это был образованный человек. Она прекрасно воспитана была. Она вообще-то преподавала русский язык иностранцам в университете. как я еще раз сказала, была образованнейшим человеком. И все, что она предсказала, уже исполнилось. она точно сказала, когда пойдет Советский Союз. Она много чего рассказала. И все, что она пережила, даже свое предсказание, потому что она в 90-х годах ушла из этой жизни. И вот что было интересно. В 80-м году как-то она пришла к нам. Болшево приехала. Болшево мы очень часто с ней встречались. Как раз у нас сидело три или четыре ясновидящих тоже девушки. И она говорит, у меня сегодня было очень странное явление. Я глубоко медитировала, а потом меня похлопали по плечу, я открываю глаза, передо мной мужчина в серебристом костюме. Я сразу говорю, в скафандре? Она говорит, нет, просто костюм без галстука. Но он как бы висит на 20 сантиметров, где сантиметров 15 от пола его ноги. Он как бы в воздухе. И он смотрит на меня. Я смотрю на него, он смотрит на меня. Мы так довольно долго смотрели друг на друга, а потом меня откинуло назад, и я открываю глаза, его уже нет. Но я его зарисовала. Кстати, она очень хорошо рисовала. И она дала нам этот портрет. Мы все, сколько там было, уставились в этот портрет, и все пытались чего-то увидеть. Даже моя Татьяна ничего не увидела, хотя она очень сильной была тоже снобидец, экстрасенс. К сожалению, я хочу сказать, что она погибла. Она погибла, потому что не справилась. Вы знаете, наш путь, это путь по лезвию бритвы. Поэтому идти надо очень осторожно. Она была неосторожна. в тот день мы смотрели, смотрели, ничего не высмотрели. Мы ничего не увидели. Поэтому я вдруг решила, что это нам дано для того, чтобы когда-то мы это вспомнили. Так я это и сказала. Вы знаете, говорю, мне кажется, что это нам дано для того, чтобы мы запомнили этот момент, это явление, и когда-нибудь мы это вспомним. Так и случилось. Через 24 года практически это произошло, в четвертом году. Я в это время читала лекции в ДК на Петровских линиях. Собиралась на лекцию, очень торопилась. И вдруг по телевизору идет парапсихологическая передача, и вдруг я слышу. Вот Ванга русская, а нет, Елена Агаркова Елена Юрьевна русская Ванга. Я, конечно, опять возмутилась, что ее сравнили с этой убогой, больной, несчастной женщиной, которая так ребенком и осталась неразвитой на всю свою жизнь. И тут рассказывают ровно этот случай, и показывают ровно эту картинку. Вот тут я вам скажу, да, я была изумлена совершенно. Мы были все изумлены, кто смотрел эту передачу. это был Владимир Владимирович Путин. Того времени именно молодой Путин показывает, берут фотографию того времени, и она полностью накладывается на этот рисунок. То есть, ну, это, конечно, действительно момент свыше данной, когда человеку показали будущего правителя. Я, возможно, сейчас идет компания против Владимира Владимировича, и я знаю, и все прекрасно нормальные люди прекрасно знают, кто эту компанию раскручивает. Те, кто его боятся, и те, кто награбили и продавали Родину опытом в розницу. А сейчас их поджаривают заокеанские хозяева, и, естественно, им очень мешает сейчас наш правитель, и поэтому они сейчас всячески против него поднимают различные, ну, просто информационную войну. Вот. Но я вам скажу, когда Путин пришел, его поставили первый раз, что интересно, его поставили первый раз, это 99-й год, он впервые появился вот так в государстве, его поставили, по-моему, тогда возглавлять правительство наше, его поставили 9-го августа 1999-го 1999-го года. Я тогда сказала, господи, наверное, это ты мне подарок такой сделал, подарок мне на день рождения. Поставили Владимира Владимировича, неизвестного тогда политика совершенно для никого. и действительно, все помнят, что оставалось до конца нашей страны всего три недели и вступал в силу Хасамьуртовский договор, согласно которому наше государство должно было развалиться полностью на губернии, уже были созданы даже конституции для каждого маленького такого княжества государства, где собственно государственный язык был язык той местности и плюс английский. Наверное, многие это знают, а если не знают, поднимите, информация об этом есть. Но этого не случилось, наша страна сохранилась. И когда нас Владимир Владимирович поздравлял с Новым годом, это Элениум, это 2000-й год, это начало новой эры, начало нового века, это начало нового тысячелетия. Вы знаете, это была высочайшая минута, и я тогда сказала, посмотрите, я своим друзьям, последователям, ученикам, я им тогда сказала, мы вместе в нашей деревне отмечали Новый год и слушали по телевизору выступление Путина, и у тогда исполняющего обязанности президента. Мы слушали его, и я тогда сказала, вы посмотрите, в начале 20-го века, так сказать, на вершине власти появился некий Распутин, личность темная, сильная, но темная, Распутин, и действительно, какое Распутье было, ведь это было точно Распутье, а здесь смотрите, появился Путин, значит, путь есть, по которому пойдет наше государство, и действительно, на сегодняшний день наше государство сохранилось. Конечно, мы сегодня переживаем с вами самый тяжелый момент, будет оно или не будет, зависит еще от нас, но я всегда хочу спросить людей, которые верят вот всем этим информационным бомбам. Что, до Путина жили лучше или 90-е годы забыли? Сейчас приезжаешь в Москву, на московскую квартиру, машину негде поставить, до чего Путин народ довел, по две, по три машины имеют уже люди. В общем, товарищи, дорогие мои, не через корыто с едой мы должны смотреть на этот мир, разумно и понимать, что мы живем с вами сейчас самый страшный момент. Мы живем в конце мира. Вообще, о чем вы думаете? Мы живем в конце вообще эпохи. И если до 33-го года не произойдет положительных изменений, то, может быть, и вообще наша цивилизация накроется полностью. Очень может быть. То самое апкалипсис, который нам обещает уже много веков. Поэтому самое главное сейчас нужно трезво стараться смотреть на этот мир и стараться видеть все-таки что-то положительное и понимать, что без помощи богов нам не выбраться никогда из этой ямы. поэтому я даю вам в помощь знак, который мне дали мои учителя. Я вам уже показывала. Этот знак, если вы хотите, вы можете послать запрос к нам на сайт, телефон девушки, которая этим занимается дали, ее зовут Катерина, она вам на почту пришлет, вы можете размножать его и защищаться. Далее я вам расскажу более подробно о методах защиты этим знаком, как можно защищаться. Я вам рассказала просто пока элементарные правила для того, чтобы вы могли закрыть свое жилище, экранироваться от психотронных воздействий и от энергетических прочих, ведь вот если вы включаете телевизор, сколько там каналов работают. И все эти каналы в огромном количестве пронизывают информационные каналы, пронизывают ваше жилище. Как я уже говорила, стены они не защищают, стены это так, они защищают только от визуального видения вас. На самом деле энергетика проходит через любые стены. Мы живем с вами как в открытом пространстве, но если мы закроем свое пространство, то у нас будет мой дом, моя крепость, оно будет закрыто. Очень многие сейчас люди закрывают, и я вам тоже советую это сделать, потому что мы подвергаемся постоянно этой, ну, даже хотим мы или не хотим, мы можем не включать каналы, мы можем выключить телевизор, не слушайте, очень многие так и делают, они уже не включают телевизор, очень многие люди, которые перешли на ЗОЖ, они не включают, но это не значит, что они избавляются от этих излучений, и от этих информационных излучений, они все подвергаются этим излучениям, они все через них проходят, наш компьютер улавливают это, это отражается на нашем физическом состоянии, на состоянии энергетическом и психологическом, что самое главное, сейчас очень многие люди впадают в депрессию, особенно сейчас тяжело, когда люди на самоизоляции, на самом деле самоизоляция нужна, потому что вы посмотрите, весь мир находится самоизоляция, против человечества выступили открыто, уже враги человечества, открыто выступили, и эти меры, которые сейчас принимаются, они необходимы для того, чтобы вас сохранить, это очень легкомысленно думать, что это все сделано просто политически, да, конечно, политика здесь есть, но заражение действительно существует, и заражение существует серьезное. И это я вам скажу только первая волна и первый этап. А для того, чтобы выстоять в этом, я и стала вести эти беседы, и даю вам сейчас защиту, которая защитит вас. Во-первых, этот знак хорошо носить на себе, его можно сделать на любой металлической пластинке, и носить на веревочке, на цепочке, на чем хотите. его можно сделать на бумажных носителях, на любых носителях можно сделать, знак работает. Вы можете в этом убедиться, если вы просто даже рукой проведете над ним, и даже люди с плохой сенситивностью сейчас равно его чувствуют, этот знак. А те, которые хорошо чувствуют, как я вам рассказывала, дочка нашего друга Стариковича, она даже увидела, как он светится на столе, через бумаги увидела. То есть этот знак очень сильный и выражает силу великого закона. И чем больше людей будут привлекать силу великого закона, тем легче пройдет Армагеддон, тем легче для людей более активистично закончится. Вот. Сегодня я еще хотел бы рассказать о гипнозе. Все знают о том, что существует гипноз. Меня спросили, вы обладаете гипнозом? Я не обладаю гипнозом. Может быть, во мне есть какая-то гипнотическая сила, но я никогда ее не использую, потому что гипноз вообще-то с позиции великого закона запрещен. это вмешательство в чужую природу. Если будет интересно, я в следующих передачах просто целую передачу посвящу именно гипнозу, что такое гипноз. Но для этого надо немножко познакомиться вообще-то с человеком, что такое сам человек, как он мыслит, как он устроен. Ведь человек даже не знает, как он мыслит, где рождается мысль у человека. Человек, в общем-то, как я уже говорила, представляет собой существо промежуточное. Вы знаете, есть прекрасная вещь о Богу Державина. В этой Оде Державин был посвящен кстати человеком, и он, во-первых, он показал ведическое отношение к Богу, понятие Бога, что такое Бог. Бог – это не антропоморфное существо, там на облачке, которое гневливое, ревнивое, которое там мечет молнией во всех, которыми они доволен. На самом деле Бог – это Вселенная, это все пространство, и наши предки именно так и представляли себе Бога, как Вселенную. И это очень хорошо, как я говорю, выражено в Оде Богу Державина. Он так и начинает. ты пространством бесконечной, живые в движении вещества, течением времени привечной, без лиц трех лиц и божества. Дух всюду сущий и единый, кого нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою составляет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Богом. Вот такое было отношение и представление Бога у наших предков. Они говорили, что бо ешь все, все ешь бог. То есть Бог есть все и все есть бог. И они знали, что они живут во Боге. И так и говорили, во Боге надо жить. Во Боге это значит во Вселенной быть единым с нею, связанным едиными законами с этой Вселенной. Это значит жить во Боге. И так наши предки жили. Но что самое интересное в этой оде, о чем вообще-то никто особо даже не говорил и не представлял себе этого. Но когда Державин пишет, что же я из себя представляю человек, то он тогда говорит, частица целой я Вселенной поставлен мниться мне в почтенной средине естества я той, где кончил тварей ты телесных, где начал ты духов небесных и цепь существ связал всех мной. Если вы посмотрите на жизнь, если вы помните биологию, которую в школе проходили, я не знаю, правда, как сейчас, сейчас говорят, что обучение вообще на ужасном уровне, но вы помните, наверное, что есть существа промежуточные, например, между растениями и животными. Есть такие существа, которые обладают и растением, свойствами и растения, и свойствами животного. А человек представляет собой промежуточное звено между животным и Богом. То есть наше животное основание, это наше биокольцо, как мы называем, почему биокольцо? Дело в том, что любая система, она обуславливается прежде всего замкнутым циклом процессов, происходящих в ней, поэтому любую систему можно назвать кольцо. Поэтому мы называем биокольцо, то есть наше физическое тело, биокольцо и система. Это биологическая система, биологическая система, которая дана нам для, связывает нас с физическим миром и со всей жизнью на планете, породившей нас. И это одна часть. А вторая часть, это как мы называем импульсное кольцо или кольцо разума, система разума. Это то, что рождается богами и пускается в этот мир. Вот эта система как раз она уже принадлежит к миру богов, где начал ты духов небесных. Вот как раз духи небесные в нас и живут. Это мы, это наше истинное я, это наша божественная часть. И все это соединяет еще одна система. Третья система это сознание. Сознание это целая система, это целая система, которая соединяет нашу физическую часть с импульсной, с божественной частью. Это психологическая схема, это само зеркало сознания, кстати, само квинтэссенция сознания находится в гипоталамусе, в среднем мозговом большом желудочке. Именно поэтому этот желудочек, именно в стенках этого желудочка в общем-то сосредоточены все центры сенсорной связи. И поэтому когда это сознание уходит, отделяясь от тела, то никакие вскрытия его уже там найти не могут. Вот. Так вот человек вот так соединяется, физическая его часть соединяется с божественной. А физическая часть с помощью органов чувств, информацию поставляет к разуму. То есть она поставляет сначала на пульсатор, а он пульсирует к разуму, далее информация проходит как вокруг солнца, вокруг разума, напитываясь информацией инкарнационного опыта, обогащается мысль, и вот эта уже осознанная мысль идет к нам на сознание. А тут уже бывает так, что сознание может и не принять эту мысль, если она неприятна. Характерные качества начинают включаться, характерные качества, так же, как и инсинктуальная вся логика, они это подарок нам от Вселенной, от мамы Вселенной, от мамы планеты, от нашей биологической мамы. Вот. И здесь уже, конечно, играют большую роль физически данные человеком. Поэтому человек и есть промежуточное звено между миром животных и миром богов. И наша задача нашей всей жизни это реализовать в себе бога, то есть божественное начало. Вот меня спрашивают очень многие, в чем же состоит смысл человеческой жизни? Смысл человеческой жизни как раз в этом и состоит. В том, чтобы реализовать в себе божественное начало. А как оно реализуется? Прежде всего, человек должен получать образование, правильное образование. Человек должен получать правильное воспитание. С этого начинается человек. Знаете, когда я очень интересовалась педагогикой, то я вывела одно для себя истинно, что дети лицо родителей. Хотя, конечно, дети все-таки тоже индивидуальности, они тоже получают свое индивидуальное импульсное кольцо, но клише воспитания есть на всех. Именно это клише и дает генетический код рода. То есть ген рода зависит от того, какая культура в какой культуре воспитывался субъект, от того, какое он получил воспитание, образование. Потому что мы знаем, уже даже наша медицина, наша биология прекрасно знает, что репродуктивные ткани человека меняются и вообще генетический код меняется в течение всей жизни. Поэтому очень важно, какой образ жизни ведет человек. Если он действительно развивается, он воспитывает себя, работает над своим сознанием, то у него дети рождаются уже с этими измененными качествами, они уже легче воспитываются. Вы знаете, что, например, замечательная вещь у Марк Твена принц и нищий. Мальчики физически очень похожи, но принц даже в нищете остался принцем. А нищий, как он был нищим, так он остался на троне нищим. То есть это очень важно, воспитание это очень важно. Поэтому вы видите, с начала 90-го года упрощали быт наших детей, ломали воспитание, ломали образование. это дело специально для того, чтобы вырастить послушное быдло. Товарищ Греф об этом прямо так и сказал, открыто совершенно, что ради ему нужны знания простым людям, они не нужны, потому что стадо баранов им легче управлять. Поэтому вы знаете, спасение утопающих дело рук самих утопающих. я уверена, что в скором будущем у нас изменится. Если победит сегодняшнее новое наше правительство, и если мы все прогласуем за изменения в Конституции, то изменится у нас действительно очень многое, и образование будет меняться, все будет. А если нет, то мы получим очень... У нас нет будущего тогда, просто не будет будущего. Вот и все. Но на сегодняшний день я считаю так, я всегда это говорила, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, воспитывайте детей своих сами. Те, кто воспитаны, те, кто образованы, воспитывайте, образуйте ваших детей сами. Другого пути пока нет, потому что иначе из детей вырастут быдла. Он их сейчас очень много, смотришь, даже страшно становится, когда едешь среди подростков необразованных, невежественных, грубых. Правда, у нас сейчас есть хорошая молодежь, есть хорошая молодежь, ничего не скажешь, пусть ее меньше, чем было в Советском Союзе, но она все равно есть, для них и живем. поэтому я еще раз хочу сказать, что воспитание, образование очень важно и нужно самим своих детей воспитывать. То есть отсюда происходит слово интеллигенция. Что такое интеллигенция? Это интеллект плюс ген. когда в течение целого нескольких поколений дети воспитываются правильно, получают хорошее образование, их дети еще более становятся совершенными, и вот утончается сознание, утончается воспринемлемость, впечатление изящного, и действительно вот так вот растет сознание человека от рождения к рождению он воспитывается и совершенствуется. То есть совершенство это совершенствование нашего сознания это главная задача нашей жизни. Наверное я кажется час уже занимаюсь. у меня лимит час. Я думаю, что вы наверное уже устали слушать все. Поэтому в следующем своем в следующей беседе я вам расскажу про гипноз, о гипнозе, что такое гипноз подробно очень. Ну и еще несколько интересных истин, которые помогут вам работать с собой для защиты, для здоровья, для того, чтобы как совершенствоваться, как себя лечить в таких тяжелых как сейчас условиях. Поэтому я сейчас прощаюсь с вами. До следующего свидания. Всего доброго. Ясности вам в пути. субтитры субтитры субтитры